МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, извольте, этот список красавиц я для вас так и быть уж открою. С этими словами слуга Дон Жуана Лепарелло из оперы Моцарта начинает перечислять, сколько сотен женщин пали жертвами обаяния его хозяина. В 1829 году Александр Сергеевич Пушкин оставил в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой запись. Имена женщин, которыми он увлекался или в которых был влюблен. Ушаковы, в чьем доме Пушкин часто бывал, подружески подшучивали над его многолюбием. Поэт ничего не отрицал и не обижался. Тем более, что в конце списка на альбомной странице он нарисовал автопортрет в образе монаха, которого искушает бес. Дон Жуанский список, он такой интригующий, но я уведу в сакрализацию женственности. Пушкинисты адвокаты Пушкина. На этом фоне мы можем посмотреть, как развивалась любовная лирика Пушкина. Ты остановишься невольно, благоговея богомольна перед святыней красоты. Болезнь любви в душе моей В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол. Тогда в закон себе я ставил его единый произвол. Душа лишь только разгоралась, и сердцу женщина являлась каким-то чистым божеством. Владея чувствами, умом, она сияла совершенством. Пред ней я таял в тишине. Ее любовь казалась мне недосягаемым блаженством. Жить, умереть у милых ног. Иного я желать не мог. Все хлопает. Онегин входит. Идет меж кресел по ногам. Двойной лорнет скотясь наводит на ложе незнакомых дам. Проходя мимо театра, сразу вспоминаешь роман Евгения Онегина. А дальше так и представляешь. Легкий флирт, игру взглядов. Но почему же мы здесь? Мы сейчас проходим мимо МХАТа имени Горького, расположенного по адресу Тверской бульвар, дом 22. А раньше на этом месте находился дом генерала Андрея Семеновича Калагривого. И есть предположение, что именно здесь, впервые на балу, Пушкин увидел Наталью Гончарова. Свою 113-ю любовь. Так говорят? Не знаю, но точно последнюю. Однако, прежде чем встретить ту самую, ту единственную, поэт всматривался, вглядывался, влюблялся, вдохновлялся многими женщинами. Там был влюбчив. Тем более, если это уместно, по гороскопу Блиенец, то есть постоянное у него метание души. Поэтому и влюбчивость. Ну и она, наверное, свойственна многим поэтам в любую эпоху. Состояние влюбленности – это рабочее состояние Пушкина. А это измененное состояние сознания, у него быстрее рождались строки. Образ женщины 19 века – это ангел воплоти. Но в то же время ни для кого не секрет, что в душе у нее могут кипеть дьявольские страсти. Это проявляется даже во внешнем облике. Мода делалась откровеннее, декольте глубже, плечи и спина оголены, но при этом нравственные рамки оставались строгими, хотя и за их пределы выходили все чаще. В эту эпоху и складывался характер Пушкина, который влюблялся мгновенно и находил в этом чувстве источник вдохновения. Любовная лирика Пушкина. Вот есть в этом понятии что-то школьное. Слышишь это и сразу вспоминаешь сочинение, которое писал. А между прочим, любовная лирика – это прекрасная часть жизни и творчества поэта. Интересно, а какие реальные романтические истории вдохновили Пушкина и отразились в его стихах? Надо сказать, что в своих произведениях Пушкин достаточно исповедален. Мир его чувств, мир его переживаний, он в этих произведениях и сказывается. И спасибо ему за то, что он щедро делится с нами своими чувствами. Какие-то бытовые факты, бытовые подробности, они под пером действительно гения русской поэзии. Они превращаются в высокую поэзию. Пушкин был очень искренним в стихах и очень целомудренным был человеком в стихах. Там в жизни всякое могло быть. Он считал, что это действительно дар Бога. И этим божественным даром он, конечно, распоряжался всегда вот с пониманием своей великой миссии. Встречали ли вы в пустынной тьме лесной Певца любви, певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ли замечали? Иль тихий взор, исполненный тоской? Это стихотворение является частью так называемого Бакунинского цикла. Поэту всего 17 лет. Он учится в лицее. Вокруг одни юноши, но, к счастью, к некоторым наведываются сестры. Так к Александру Бакунину заглядывала его сестра Екатерина. Пушкин влюбился. Он вспоминал, я счастлив был. Нет, я вчера не был счастлив. Поутру я мучился ожиданием, с неописным волнением, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу, ее не видно было. Наконец я потеряла надежду. Вдруг, нечаянно встречаюсь с ней на лестнице, сладкая минута. Как она мила была. Антон, а Екатерина Бакунина была в том самом списке? Была. А еще была некая Наталья Первая. То ли актриса графа Толстого, то ли горничная Фрелин Валуевой, то ли дочь графа Кочубея, министра внутренних дел, председателя Госсовета. И всем им он посвящал стихи. К молодой актрисе, к Наташе – измены. Даже измены. И это в 15-16 лет? Да. Вот именно 16-летний юноша пишет. Все миновалось, мимо промчалось, время любви. И в этом все, что современные родители называют юношеским максимализм. Свидания, расставания, романтика, жажда наслаждений – все сразу. Это юношеская влюбленность. Первое. Вот возраст мальчиков, конечно, это вот 14-15-16 лет. Это время первой любви. И они все были влюблены. Пушкин, Пущин, Малиновский вздыхали по Бакуниной. Конечно, восхищались красотой молодой императрицы Елизаветы Алексеевны. Да мало ли барышень было в царском селе. Невский проспект, дом 12 – важный адрес нашей истории. Раньше в этом доме проживал Михаил Андреевич Милорадович, генерал-герой войны 1812 года. А в 1820 году он был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. И именно сюда, в эту квартиру, пригласил Кушкина. Поэту тогда был всего 21 год. Но к этому моменту уже написано о довольности. Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы. А ведь были еще и эпиграммы. Одного этого было достаточно не просто для разговора с генерал-губернатором, но и для тюрьмы. И от тюрьмы Милорадович Пушкина фактически спас. Поэт был переведен на юг под начало генерала Ивана Инзева. Так вот, генерал Инзев отнесся к Пушкину необыкновенно внимательно и душевно. Он ему очень понравился. Хотя Пушкин там вел себя далеко не всегда. Корректно, как молодой, темпераментный человек, Пушкин не мог оставить без внимания многих кишиневских дам. На юге еще один герой 1812 года генерал Раевский позаботился о молодом поэте. Пушкин отправился в Крым вместе с генералом и его дочерьми Марией и Софьей. Когда они приехали к морю, и Мария Раевская выбежала из экипажа и стала бегать за волной, она об этом пишет. Она то убегала, то приближалась к этой волне. Кончилось это все тем, что я промочила ноги. Но какие строчки написал Пушкин. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Далее последовала жизнь в Кишиневе, а после в Одессе. Здесь начинается романтический период творчества поэта. Среди самых известных произведений и стихотворения погасло дневное светило. В нем говорится о некой тайной любви. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Этими намеками на прошлые романтические чувства Пушкин надолго посеял споры в рядах исследователей. Вообще у каждого поэта должна быть тайная любовь. Знаете, если у поэта нет тайной любви, если у него все явно, все четко, ну какой же это поэт? Юрий Тынянов, прозаик и литературовед, считал, что предметом страсти Пушкина была Екатерина Андреевна Карамзина, вторая супруга известного историка и писателя. Екатерина Андреевна Карамзина была заметно старше Пушкина. Она не оставляла его такой своей симпатии, которая, разумеется, носила, так сказать, совершенно такой платонический характер. Впрочем, испытывал Пушкин сердечную склонность к Екатерине Андреевне? Или это была обычная для него готовность к любви? Из наших дней понять сложно. Даже написал ей любовное письмо, которое она показала мужу. Они смеялись над этим письмом. Но затем Пушкин получил серьезное внушение от Карамзина, что надо вести себя сдержанно. Пушкин там и зарыдался весь. Вот он рыдал прямо на глазах у смеющихся Карамзиных. Им это понравилось. Они поняли, что Пушкина надо любить. И тогда только можно его понять, что вот он такой. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я, беспечен, воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревневых дев ты посвятил ее напев? В южной ссылке Пушкин написал кавказского пленника и бахчисарайский фонтан. Эти произведения сделали его бесконечно популярным. И немалую роль в этом сыграли романтические интонации. Безумец полный, перестань, не оживляй тоски напрасной. Мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань. Полагаю, здесь тоже замешана женщина? Возможно. Потому что в письме к своему брату Александр Сергеевич пишет, что источником вдохновения стала женщина, в которую он был влюблен, но имени ее не назвал. Это всегда загадка. Загадка потому, что это тайна творчества. И когда стихотворение, которым мы восхищаемся, и нам хочется понять, кто же вдохновил поэта на его создание, оно может нам подсказать, несомненно, но далеко не всегда это будет столь однозначно. Иван Лепранди, один из близких друзей Пушкина времен Южной ссылки, вспоминал, что Пушкин любил всех хорошеньких, всех свободных болтуний. Заглянем еще раз в список. Два имени идут подряд. Амалия и Элиза. С обеими он познакомился в период Южной ссылки. Амалия Ризнич была замужем. По словам ее супруга, Пушкин увивался вокруг Амалии, будто котенок. Она была удивительно красива и необычна. Это было одно из самых сильных чувств Пушкина. Пушкин ее очень сильно ревновал. И для того, чтобы скинуть эту ревность, Пушкин придумал себе средство. Он бегал под палящим солнцем по побережью Черного моря. Имя Элиза в списке, скорее всего, принадлежит Елизавете Воронцовой. Михаил Семенович Воронцов был генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабской области. А его жена блистала в местном обществе. Елизавета Ксаверина Воронцовой. Замечательные стихи. И слава блеска, и мрак изгнания, И светлых мыслей красота, И мщение бурная мечта, Ожесточенного страдания. «Являться гордым и послушным, Внимательным или равнодушным, Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах, как небрежем, Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя». Мы подошли к новой истории из жизни поэта. Во второй части известного списка у Пушкина значатся три Анны. Одна за другой, но фамилии не уточняются. Исследователи предполагают, что все Анны знакомы с Пушкиным по Тригорскому. Видимо, речь идет о Михайловской ссылке. Редкие визиты друзей, творчество, конные прогулки, разговоры с няней. Вот и все основные развлечения. И так два года. Именно поэтому дом Просковья Александровны Осиповой Вульф так притягивал поэта. У нее никогда не было чинно и тихо. Здесь всегда были смех и звонкие женские голоса. Так как общество в основном и вправду было женское и молодое. Вот это общество. Оно так вышло, что дамское в основном. Но в первую очередь, наверное, вот это он здесь обрел. Такой семейный очаг домашний. Уютный. Чего ему не хватало почти всю жизнь. Обо всех сразу, наверное, Пушкин сказал так. Что вот поклонник дружеской свободы, веселья, грации и ума. С маленькими дразнился. Ну а со старшими, конечно, там стишки, эпиграммы. Пушкин то видит в них таких романтических барышень. То они становятся в его представлении несносными дурами. Так что все было и так, и по-другому. И Пушкин, как всегда, был влюблен сразу, как минимум, в троих. Но в каждую по-разному. Со всеми юными обитательницами усадьбы у Пушкина складывались особые отношения. Евпраксию он шутливо называл Зизи. Их объединяла нежная дружба. Удивительно, но количество упоминаний Евпраксии и Зизи в текстах Пушкина огромно. На днях я мерялся поясом с Евпраксией. И талии наши нашлись одинаково. Следует из двух одно. Либо я имею талию 15-летней девушки. Либо она талию 25-летнего мужчины. Их праксия дуется и очень мила. Пушкин пишет в Онегине о бокалах с тонкими ножками. И пишет, что эти бокалы, они подобны талии твоей. Зизи, кристалл души моей. Стихов приманчивый фиал. Ты, от кого я пьян бывал. Выражение «опьянение» в ту пору, согласно древнегреческой мифологии, равно «опьянение», равно «вдохновение». Следующая барышня из Тригорского Анна Иванова Вульф. В переписке Пушкина она зовется Нетти. «Я влюбился и мердельничаю», – писал он о ней. Также Пушкин увлекался Александрой Осиповой. В 1826 году Пушкин написал «Признание», удивительное по красоте стихотворение, посвященное ей. «Алина, жальтесь надо мною. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Его влюбленность в Алину была такова, что он любил даже шелест ее платья. Вот такой был Пушкин. Ему не обязательно было что-то такое телесное. Он уже от шума ее платья, у него, так сказать, рифмы легкие бежали в голове. «Как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, Пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, Ловить минуту умиленья, невинных лет предубежденья, Умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать». Следующая барышня из Тригорского – Анна Николаевна Вульф. Ровесница Пушкина полюбила его безоглядно и навсегда. А Пушкин подшучивал над ней, давал советы, как вести себя с кавалерами и иронизировал. Он ей сообщал, что, несмотря на все мои колкости, я принимаю у вас живейшее, дружеское, искреннее участие. «Пишите мне чаще, умоляю вас. Письма ваши – единственное мое утешение», – писала Анна Вульф поэту. В письмах Пушкина Анна сетовала, что он долго ей не пишет, и добавляла. «Все, что вы пишете об Анропе, мне в высшей степени не нравится и оскорбляет меня двояким образом». И далее. «Надеюсь, вы достаточно умны, чтобы почувствовать, что этим вы высказываете свое безразличие, создавшимся между мной и им отношением. Полагаю, что это не очень нежно с вашей стороны». Что ощущается после этих строк? Здесь к Пушкину обращена явная женская обида. Нужно объяснить, что Анна Рэп – это генерал, который сватался к Анне Вульф, но получил отказ. Ведь Анна Николаевна была влюблена в Александра Сергеевича, а он ее чувствами играл. А не кинотеатр. Похоже. Вот такие строки посвятил Анне поэт. «Ты приближаешься к сомнительной паре, Как меньше женихов толпятся на дворе, И тише звук похвал твой слух обворожает, И зеркало сильней грозит и упрекает». Что делать? Утешься и смирись. От милых прежних прав заранее откажись. Ищи других побед, успехи пред тобою. Я счастья тебе желаю всей душою. И заметим, как эти строки созвучны с ответом Онегина Татьяны Лариной. «Несяк вас так, как я поймет, К беде неопытность ведет, Учитесь властвовать собою». Вот в точности проиграна эта история. И есть ее письмо Пушкину, Которое напоминает нам письмо Татьяны. «Вы терзаете сердце, цену которому вы не знаете». Была в Тригорском и третьей Анна Петровна Керн, Урожденная Полторацкая, Дальняя родственница Осипова и Вульф. Замуж Анна вышла в 16 лет, Но с мужем отношения не складывались. Анна Петровна вспоминала, Что мы как-то сидели за обедом и смеялись. Как вдруг вошел Пушкин. Он низко поклонился, Но не сказал ни слова. Робысть была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться. Неровен был в общении. То шумно весел, то грустен, То робок, то дерзок, То нескончаемо любезен, То томительно скучен. И замечательные записи Пушкина, Как она приехала в Михайловск, Как они побежали по аллее, И корни деревьев заставляли меня спотыкаться. Это она писала, А моего спутника вздрагивать. Он влюблен, Он, кажется, Позабыл о всех остальных барышнях этого дома, И вот только она перед ним. Она себя вела более свободно, Но с другой точки зрения, Она Пушкина не очень-то к себе и подпускала. И этим, конечно, Пушкина, Она с одной стороны раздраждала, С другой стороны, подогревала его интерес. Анна Керн и правда обладала некими чарами. Говорят, что одно из самых лиричных И искренних стихотворений Пушкина о любви Посвящено именно ей. Я помню, чудное мгновение Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. Есть прямые аргументы в пользу того, Что это стихотворение посвящено. И, например, Пушкин ей вручил лично Книгу, роман Ведения Эгина, Первую главу, между страницами, Листок с этих стихотворением. Несмотря на то, что на Пушкина что-то нашло, Как она вспоминала в эту минуту, Он хотел вырвать у меня этот листок. Это как раз под его настроение, О чем Анна Керни писала, Что он мог меняться за минуту В настроении своем. Душе настало пробуждение, И вот опять явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. Вот на самом деле это еще не факт, Что он прямо вот ей хотел подарить. Может, просто это была закладка, Которую он забыл вынуть. Мы не можем ничего отбрасывать, Никакие факты. Но Анна Петровна, Так сказать, получив эту книгу, Увидев закладку, Тут же приближала эти строки, И уж точно решила, Что это, если уж гений чистой красоты, Так это про меня. И сердце бьется в упоение, И для него воскресливно, И божество, И вдохновение, И жизнь, И слезы, И любовь. Все-таки, как мне кажется, Вот это стихотворение, Я помню, чудное мгновение, Анна Петровна присвоила себе. Потом именно она, Сколько я помню, Послала это стихотворение Дельвику С тем, чтобы было напечатано С посвящением ей. Но я полагаю, Что Пушкин, как истинный джентльмен, Не стал возражать. Но есть и другие версии Относительно того, К кому обращено стихотворение. Среди вдохновительниц Называют Ольгу Калашникову, Крепостную девушку, Которая была горничной В Михайловском. Прогулки, чтение, Сон глубокий, Лесная тень, Журчанье стру, Порой белянки черноокой, Молодой и свежий поцелуй. Считается, В этих строках Из Евгения Онегина Пушкин подразумевал Именно ее. Ольга Калашникова, Крепостная девушка Оказалась в положении, Известная от него, И вот он просил своих друзей Помочь ему решить этот вопрос. Пушкин писал Вяземскому, Письмо это тебе вручит Очень милая и добрая девушка, Которую один из твоих друзей Неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твою человеколюбие и дружбу, Приюти ее в Москве И дай ей денег, Сколько ей понадобится, А потом отправь в Болдина. Ольга действительно разрешилась от времени. Она родила сына Павла, Это тоже общеизвестный факт. Но мальчик, к сожалению, Прожил очень немного. Чуть больше двух месяцев. Впоследствии он был похоронен Здесь, около, В ограде Болдинской церкви. Эта история осталась в прошлом. И Пушкин на несколько лет И вовсе позабыл о Больге. Они встретятся лишь в 1830 году, Когда поэт впервые посетит Болдинское имение Для устройства своей будущей свадьбы. Мы полагаем, Мы полагаем, что судьбой ее был тронут, Вне всякого сомнения. Поэтому и предпринял все попытки для того, Чтобы освободить Ольгу из крепостной зависимости. Он просил об этом матушку свою, Надежду Осиповну, Поскольку это были крепостные матери. И Надежда Осиповна Эту просьбу удовлетворила. Впрочем, сделав своеобразный круг, Поэтическое обращение вернулось к Керну, Уже в виде романса. Только не к Анне, А к ее дочери Екатерине. Когда Глинка посвятил свой замечательный романс На стихи Пушкина, Дочери Анны Петровны Керн. Анна Петровна Керн, будучи уже старенькой, Везде носила эти стихи, Просила их читать, И просила их исполнять. Ну, будем снисходительно, Потому что Анне Петровне Керн Мы обязаны замечательными воспоминаниями о Пушкине. Я вас любил? Любовь еще, быть может, В душе моей угасла, не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, Когда и вам, Бог, любимый, быть другим. Самая устойчивая версия стихотворения посвящена Анне Олениной, Дочери президента Петербургской Академии Художеств. Вяземский писал жене, Девица Оленина довольно бойкая штучка. Пушкин называет ее Драгунчиком, И за этим Драгунчиком ухаживает. Ей посвящены прелестные стихи. Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит. Только мне вас жаль немножко, Потому что здесь порой Ходит маленькая ножка, Вьется локон золотой. Дело все в том, что после возвращения из ссылки Пушкин как раз стремился К обретению своего дома, Своей семьи. Александр был увлечен Анной, Рисовал ее на полях своих рукописей И примерял ее имя к своей фамилии. Историк литературы Павел Щеголев отметил, На одной странице нам попалась Тщательно зачеркнутая, Но все же поддающаяся разбору запись Аннет Пушкина. Видимо, поэт уже представлял Анну своей женой. Он делает предложение, И он не мыслит отказа и получает отказ. Вот это был шок для Пушкина. Это был один из самых сильных порывов гнева Вообще в жизни Пушкина. Обида была настолько велика, Что в черновиках Онегина появились строки О некой Лизе Лосиной, С явным намеком на Оленину. Уж так жеманно, так мала, Так неопрятно, так пискливо, Что поневоле каждый гость Предполагал в ней ум и злость. Хорошо, что это все осталось в черновиках, И Пушкин немножко так остыл, да, И не включил в реальное издание. Александр Сергеевич сразу окунулся В водоворот светских событий. Особенно хорошо поэта принимали в доме Ушаковых. Он был увлечен Екатериной Николаевной Ушаковой. Это замечательное московское семейство Ушаковых. Она и ее сестрица, Очень веселые барышни. Я думаю, что она была влюблена, Но, может быть, не так, Как вот Тригорская Анна. Екатерина как-то в шутку спросила Пушкина, Многих ли женщин он любил до нее? Поэт взял альбомный лист И списал его женскими именами Сверху донизу. Но кроме всем известного списка В альбоме Ушаковой Остались и стихотворные строчки. Прелестные стихи мне они очень нравятся. Пленился он прелестной рожей, Он умер, мы умрем, и вы умрете тоже. И вот видите, как широка палитра Любви у Пушкина. От страстных каких-то буквально Вот таких минутных встреч С такими-то случайными фигурами. И вплоть до вот таких Уважительно обожаемых отношений. На мой-то взгляд Очень прозорливо Заметила Раевская, Мария Раевская. Она написала о том, что Больше всего Пушкин любил Свою музу. Любовь сильна, как молния. Вот эта самая молния Частенько поражала Сердце впечатлительного юноши, Который в зрелые годы понимал, Что эти чувства опасны. Потому что он искренне писал И с отвращением листая жизнь мою. Но строк печальных не смываю. Наступает 1828 год. Нелегкий период для поэта. Наверное, сейчас мы бы сказали, Что у Пушкина случился Кризис среднего возраста. В день своего рождения Невольно подводя итоги, Он задумывается о смысле жизни И пишет стихотворение, Проникнутое горечью и безысходностью. Дар напрасный, Дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты На казнь осуждена? И отметим, это после стихотворения пророк, После вот духовного озарения, Вдруг абсолютное вот такое духовное падение. Спустя некоторое время Поэт неожиданно получил стихотворный ответ От митрополита московского И коломенского Филарета. Ни напрасно, ни случайно Жизнь от Бога нам дана. И по воле Бога тайны И на казнь осуждена. Вы представляете уровень Духовного диалога. Пушкин пишет митрополиту ответное послание, В котором звучит Неподдельное чувство благодарности И покаяния. В часы забав и праздной скуки Бывало лирия моей Вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей. Далее в своем ответе Пушкин Описывает процесс преображения поэта, А взывающий к нему голос Бога Вновь дает жизни смысл и цель. И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты. Разговор с митрополитом Откликнулся в сердце Пушкина Подъемом душевных сил. Вместе с тем поэт Находит и настоящую любовь. Его избранница Наталья Гончарова. Ах он любил, Как в наше лето Уже не любят, Как одна Безумная душа поэта Еще любить Осуждена. Мы на Большой Никитской. Раньше здесь находился дом, В котором проживали Гончаровы в Москве. Я влюблен, Я очарован, Я совсем о Гончарован, Шутил поэт. Первое предложение Пушкина Гончаровы Отвергли. Мать Натали посчитала, Что ее дочь слишком юна. Но поэт от своих намерений Не отказался. Возможно, Что виной тому была Настоящая любовь. Поэт писал, Когда я увидел ее первый раз, Красоту ее едва Начали замечать в свете. Я полюбил ее, Голова у меня закружилась. Писал он в письме К будущей теще, Которая оказалась Против Пушкина. Семейство Гончарова Хоть и было дворянским, Но обедневшим родом. Дедушка Наталья Николаевна Прокутил многомиллионные состояния. И, конечно, В тот момент, Когда Наталья Николаевна Стала девушкой, Стала выезжать в свет И готовилась к замужеству, Они, девушки, прежде всего, Стали беспреданницами. Жених-то он По тем меркам незавидный. Ведь у него Ко времени женить бы Не было ни земли своей, Ни своих крестьян. Пушкин был первый претендент, Конкурентов не было. Но теща, Она же очень хитрая, Очень практичная. Она не говорит ни да, ни нет. А что делать теща? Теща смотрела, Не будет ли лучшего варианта. Но вместе И Наталья Николаевна, И Александр Сергеевич, Каждый сделали Очень серьезные шаги В отношении родственников, Которые в итоге согласились. Наталья Николаевна Гончарова Была младше своего будущего, Мужа на 13 лет. Она родилась в 1812-м В Тамбовской губернии. Детство провела в имении Полотняный завод под Калугой. Всего в семье было шесть детей, Которых мать с властным характером Воспитывала в строгости. Однако Наташу начали раны Вывозить в свет. Девушка отличалась редкой красотой. И когда Пушкин увидел ее, Ей было всего 16 лет. На ней было белое платье И золотой обруч в волосах, И удивительно тонкая талия, И удивительный взгляд Ее чуть раскосок глаз. Она была хороша, Она была красавица. Современники сравнивали ее с Мадонной. Не только этот образ рождается В поэтическом сознании Пушкина, Но и прежде всего в окружении. Поэта все ее сравнивают. С Мадонной. Одной картиной я желал быть вечно зрителем. Одной, чтобы на меня с холста, Как с облаков, Пречисто и наш божественный спаситель. Она с величием. Он с разумом в очах Взирали кротки во славе и в лучах. Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спасал, Тебя, моя Мадонна, Чистейший прелести, Чистейший образец. Решение жениться было взвешенным. Буквально за неделю до венчания Пушкин писал приятелю Кривцову, «Все, что бы ты мог сказать Мне в пользу холостой жизни И противу женить бы, Все уже мною передумано». Но, по словам очевидцев, На «Мальчишнике» Обеде прощания с холостяцкой жизнью Поэт был удручен. По свидетельству Киреевского, Пушкин был необыкновенно грустен, Так что гостям даже было неловко. Уже и в декабре, и в январе, и в феврале До свадьбы Пушкин был печальным. Он достиг того, чего хотел. Он был счастлив. Это был май 30-го года. А дальше он так немножко Уже даже до свадьбы так спокойнее, Спокойнее он уже начинает думать, А то ли он делает, А ту ли дорогу он себе выбрал, И сможет ли он взять, Вынести вот эту ответственность, Которую он на себя берет. К тому же не унималась мать невесты. Подруга Наталья Николаевна, Княгиня Долгорукова, Позже так рассказывала О предсвадебных баталиях Пушкина. Свадьба их беспрестанно была на волоске, От ссор жениха с тещей. Пушкин ей не уступал. И когда она говорила ему, Что он должен помнить, Что вступает в ее семейство, Отвечал, Это дело вашей дочери. Я на ней хочу жениться, А не на вас. Также княгиня вспоминала, Что даже в день венчания Наталья Ивановна пыталась Отменить свадьбу. Причина – нет денег на карету, Чтобы доехать до храма. Пушкин опять отправил тещи денег. Пушкины венчались 18 февраля 1831 года В храме Большого Вознесения, Что у Никитских ворот. Любопытствующих на венчании было много. По воспоминаниям современников записано, Никого не велено было пускать, И полиция была для того у дверей. Княгиня Долгорукова вспоминала о том, Что происходило во время венчания. Когда молодые проходили вокруг аналое, С него нечаянно упали крест и евангелие. Пушкин побледнел. К тому же у него потухла свеча. «Все это зловещее предзнаменование», Сказал поэт по-французски. Есть воспоминания Льва Павлищева, Племянника Пушкина, О том, что во время обряда Пушкин уронил обручальное кольцо, Чем был очень раздосадован. Но, тем не менее, венчание состоялось, И свадебный поезд отправился на Арбат. Свадьба справлялась в арбатской квартире, Которую Пушкин снял для жизни с молодой женой. Здесь, по словам поэта, Он был настолько счастлив, Что не написал ни строчек. Он писал своему другу Плетневу. «Я женат и счастлив. Одно желание мое, Чтобы ничего в моей жизни не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, Что, кажется, я переродился». Мне кажется, что они любили В равной степени одинаково друг друга. В письме к своему другу Нащекину Он говорил, как хорошо, что мы женились. Еще не закончился медовый месяц, А теща уже стала вмешиваться В дела молодой семьи. Давала советы, продолжала скандалить. Поэт писал другу, «Теща моя не унимается, Бронит меня, да и только». Поэтому свое семейное счастье Пушкин решил строить Подальше от такой родни. Как он сам говорил, «В Москве живи не как хочешь, А как тетки велят, Моя теща та же тетка». Поэт с супругой переехали В царское село. Они провели там в любви и гармонии Осень 1831 года. Этот период стал для Пушкина Плодотворным и в творчестве. Он закончил Евгения Онегина, Подготовил к печати повести Белкина И работал над сказкой о царе Салтане. Вот он писал здесь сказку. И жизнь, казалось, тоже сказочной. Ходит внизу, в первом этаже, Вдруг он слышит шаги. Его прекрасная царевна, Левесь Наталья Николаевна. И он не жрел эпитетов Для того, чтобы охарактеризовать Эту героиню. «А у князя жонка есть, Что не можно гладь соответствовать». «Днем свет Божий затвивает, Ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит». И существует версия, Что образы скачихи, с поварихой, Сватей и бабой. Поварихи во многом навеяны Его тещей и новыми родственниками. И даже когда уже наступает развязка И все эти неприглядные поступки Обнародованы родственников, То они каются и получают прощение. Тут во всем они признались, Повинились, разрыдались. Царь для радости такой Отпустил всех трех домой. Его месяцы в царском селе, Медовые месяцы, Когда он жил со своей женой, Тут же жил Жуковский из Павловска. Пешком приходит Гоголь. То есть у него и любовь, И вечером и дружба. Они у камина сидят с Жуковским, С Гоголем беседуют о Бубном. Тогда, в 31-м году, Казалось, жизнь улыбалась. Казалось, что начиналась счастливая пора. Создавалась семья. Да еще на исходе лета Стало понятно, Что будет прибавление в семейство. Пушкины перебираются в Петербург. Александр Сергеевич много работает над исторической прозой, А его жена вызывает при дворе искреннее восхищение. Кажется, все складывается благополучно. При этом самому поэту в 1833 году Пожаловали низшее придворное звание камерюнгера, Чтобы его жена могла присутствовать на балах. Сам поэт расценил это как оскорбление. Но Пушкины продолжают жить в центре Петербурга. В 1834 году, желая устроить личную жизнь своих старших сестер, Наталья Николаевна перевозит их из имения Полотняный завод в Петербург. Пушкин от такой перспективы не в восторге. Теперь в семье Пайтона Мойки проживают Александра и Екатерина. В 1836 году к Екатерине посватался Дантес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...